В этом видео разберемся, что такое выравнивание участка, когда его нужно делать и какой должен быть результат. С вами Виталий, главный инженер компании «Землечист». Вообще, в целом выравнивание можно разбить на два больших типа. Первый тип – это когда весь участок целиком куда-то завален, есть какой-то большой наклон. Мы обычно пользуемся городскими нормативами для парковых зон в этих случаях и комфортными уклонами, считаем уклоны до 5% на участке, хотя стараемся нормировать его в пределах от 1 до 2%. Ну и если уклон уже явно круче 5%, тогда вытягиваем участок весь целиком. Но эта тема больше относится все-таки к вертикальной планировке участка, к его подъему, к его масштабному выравниванию. И вот второй случай – это как раз тогда, когда в целом-то участок глобально ровный, достаточно, ну или имеет приемлемую разуклонку. Но сама поверхность этого участка неровная. Она в кочках, она в ямах, она в колеях от какой-то техники. И вот это выравнивание мы с вами и рассмотрим. Какова цель выравнивания участка? Цель – это безопасность и красота. Понятно, что если участок имеет слишком крутой уклон, по нему ходить не очень удобно, а главное – небезопасно после дождя или, например, зимой, когда скользко. В то же время, если участок у нас имеет плохое качество поверхности, то есть, как я и говорил, имеются различные клеи, ямки, кочки, то на этом все можно спотыкаться, можно оступаться и опять-таки падать. Ну и это некрасиво. Поэтому тема выравнивания, она достаточно часто в наших запросах. Мы очень часто делаем выравнивание участков. И сейчас разберемся, как мы это делаем. Технически мы используем два приема и их комбинации для того, чтобы делать выравнивание. Первый, достаточно понятный и очевидный, мы пригоняем на участок технику. Это может быть экскаватор-погрузчик или, например, гусеничный мини-погрузчик. И при помощи этой техники по заранее выведенным отметкам выравниваем участок. Очень здорово, технологично, быстро. Ну, в принципе, участок в 10-15 соток можно заиграть за один день. Есть, конечно же, нюансы. Техника не везде подъедет. Есть места, куда она просто не сможет заехать по причине своих габаритов. Есть места, где под землей находятся коммуникации или растут деревья, их корни не дают работать техникой в этой зоне. Поэтому второй способ, который мы делаем, это вручную или при помощи средств малой механизации. Мы берем мотокультиваторы, культивируем поверхность. Таким образом, верхний слой 10-15 сантиметров полностью разрыхляется. Из этой поверхности мы удаляем сырники, мусор, корни и вывозим их на компост. Кстати, при снятии техникой тоже верхний слой, верхняя дернина, как правило, вывозится на компост или за пределы участка утилизируется. После этого по натянутым шнуркам, по натянутым маячкам при помощи граблей вручную разравнивается поверхность. Там, где земля у нас слишком просела, мы ее насыпаем. Там, где земли слишком много, мы ее снимаем, убираем. Вот таким образом вручную при помощи движений крест-накрест у нас вытягивается и разравнивается поверхность. Таким образом, есть четкое разделение, что в локальных маленьких местах, куда не подъедет техника, нужно работать вручную. На больших масштабных территориях нужно работать техникой. И вроде бы все ясно и понятно. А теперь о хитростях. Мы стараемся и всегда рекомендуем использовать два этих способа вне зависимости от пространства и габаритов техники. Даже в тех местах, где мы сняли все это дело ровненько ковшом, мы все равно производим культивацию. Зачем это делается? Представим, что наш трактор снял бугор и спланировал его рядышком в низинку. Что мы имеем? Что на бугре мы срезали грунт, и он получается материковый, плотный. А вот то место, куда мы его насыпали, это разрыхленная земля. И когда прораб по шнурке все это дело вытянул, вроде бы все ровно, здорово, отлично. Клиент принимает работу, ему все нравится. Но проходят парочка хороших ливней, и там, где земля была рыхлая, она обязательно садится. И вот чтобы нивелировать этот эффект, мы при помощи мотоблоков, при помощи культивации, взрыхляем все слои, вне зависимости от того, рыхлые они или материковые, плотные. Мотоблок нам это дело все разравнивает, взрыхляет. И прораб уже вытягивает по шнурке только взрыхленную землю. И таким образом вот этот эффект неравномерной просадки очень хорошо нивелируется, и практически нигде мы не сталкиваемся с таким недочетом. И сама по себе точность этой работы, она определяется тем, какой результат мы в итоге хотим увидеть. Если нужна идеальная лужайка для игр или в велком зоне, там, где высокое качество работы должно получиться, ну, газон, например, то, конечно, такие лужайки нужно вытягивать по шнурке обязательно, и выравнивание производить по шнурке. Но если это где-то второстепенные зоны, то так сильно увлекаться, я думаю, не стоит, и можно это выравнивание произвести на глаз. Работа кропотливая, труд это ручной, поэтому здесь нужно грамотно распределять ресурсы. В некоторых случаях нужно на участке и выставить нивелир, и по нивелиру определенным образом отстрелять эти высоты. Это нужно делать тогда, когда это действительно оправдано. Ну, и теперь, как и обещал, еще маленький секрет. Если почва достаточно хорошо пригодна для выращивания, то есть это хороший плодородный грудь, это та срезка, которая оказалась у вас сверху, то после такой культивации, в принципе, можно уже вносить удобрение и сеять газон. Никаких дополнительных внесений особых плодородных грунтов здесь может и не понадобиться. Хорошая земля, хорошее удобрение обязательно вытянут этот газон. Обращайтесь за благоустройством в компанию «Землечист». Мы проведем работы качественно и в срок. Сделаем выравнивание вашего участка для строительства или для устройства газона или огорода. С вами был Виталий. До новых встреч!